Друзья, мы напоминаем, что вы на телеканале Freedom, слот 1 плюс 1 медиа продолжает свою работу. С вами Талла Калатая, Владимир Тимошенко. И сейчас поговорим вот о чем. Украина готовится к новой встрече по формуле мира на Мальте. И также прошел парламентский саммит крымской платформы в Чехии. И вот сейчас к нам буквально присоединяется Михаил Подоляк, как советник главы Офиса Президента Украины. С ним это все обсудим. Михаил, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый, добрый. Михаил, давайте начнем с встречи саммита формулы мира, который пройдет на Мальте. И начнем вот с чего. Почему именно Мальта была выбрана для этого саммита, третьего уже по формуле мира? Максимальное расширение географии для того, чтобы показать, что практически все страны, независимо от их, скажем так, роли, объема участия в глобальном политическом процессе, все страны могут активное участие принимать в имплементации формулы мира как таковой. И в принципе, я бы сказал, что на сегодняшний день удалось построить такую схему, ну, концепцию что ли, что в принципе существует только либо заведомо неприемлемое предложение России о том, что давайте начинать переговоры. На самом деле, Россия предлагает капитуляцию, мы с вами прекрасно понимаем. И есть вот, собственно, формула мира, базовая формула, которая является основой, основой для реалистичного процесса урегулирования как такового, предложенной Украиной. И, соответственно, сегодня стоит задача привлечь максимальное количество стран, привлечь максимальное количество организаторов в площадах различных, где эта формула мира будет максимально объемно обсуждаться. Ну и, соответственно, страны смогут там задать те вопросы, которые их интересуют, и приступить к работе в тех или иных секциях, потому что там 10 пунктов, каждый из них может быть интересен определенным странам, и, соответственно, запустить эту формулу в максимально объемном виде. Михаил Михайлович, смотрите, также хотелось бы с вами обсудить, конечно же, видеообращение президента Украины Владимира Зеленского на парламентском саммите Крымской платформы. В частности, относительно Крыма очень четко президент Украины высказался. Для тех, кто думает, что суть заявления Зеленского была такая, для тех, кто думает, что Крым смирен, на самом деле это не так. Есть четыре, как минимум, достижения у Украины уже сейчас в контексте временно оккупированного украинского Крыма. Вот можете, пожалуйста, озвучить те четыре пункта, о которых заявил президент нашей страны? Да, безусловно. Смотрите, в Крыму идут... На сегодняшний день есть фундаментальное изменение отношения к тому, что такое территория Крыма. Напомню, после 2014 года все предпочитали делать вид, что мы не замечаем, что происходит в Крыму, мы не замечаем аннексии как таковой. Ну и, соответственно, понятно, что деоккупация Крыма, это такое, знаете, эфемерное было и так далее сегодня. Деоккупация Крыма вполне реалистична, и деоккупация причем военным путем. И при этом, второе, это есть уже конкретные результаты. Например, контроль над Черноморской акваторией, особенно в западной ее части, соответственно, где российский Черноморский флот уже доказал свою очень эффективную состоятельность. Сейчас с иронией, безусловно, об этом говорю. Третья составляющая, это, безусловно, военный контроль над, огневой контроль Украины над территорией Крыма. Ну, имеется в виду, используя там дроны, используя ракеты, Украина, в принципе, на сегодняшний день вполне может достигнуть любой точки в Крыму. И, конечно же, возрастающее, резко нарастающее количество там протестных проявлений в Крыму. То есть мы оттуда получаем информацию, мы видим, что там очень много граждан Украины, которые по тем или иным причинам вынуждены были там остаться, но они готовы все более активно проявлять свое несогласие с оккупированными властями, которые находятся в Крыму. Ну и, соответственно, еще раз подчеркну, на сегодняшний день удалось изменить, фундаментально изменить представление тех стран, которые действительно заинтересованы в возврате стабильности в международную политику. Ну, имеется в виду, что если мы говорим о территориальной целостности, то, несомненно, нельзя закончить эту войну без возврата тех территорий, которые были потеряны в 2014 году, включая полуостров Крым. То, конечно же, для этих стран очевидно, что полуостров может быть военным путем возвращен в Украину. А если не военным, ну, условно говоря, ну, допустим, вот Россия захотела убежать оттуда, да, из Крыма. Можем же такую ситуацию представить, с учетом того, что будет дальше происходить и по линии фронта, и вообще, в принципе, в рамках этой войны и так далее. То, безусловно, без возврата Крыма в юрисдикцию и в фактический контроль Украины война закончиться точно не сможет. Я, знаете, все время, когда слушаю вот эти вот вопросы, давайте-ка там как-то урегулировать и приходить к нормализации отношений между Украиной и Россией, я вот не совсем себе представляю. То есть, как можно нормализовать будет отношения с Россией, например, если в России осталось хотя бы чуть-чуть земли украинской, да, ну, то есть мы же с 2014 года видели, как эта нормализация проходит, да, то есть нагнетание ненависти, которая вылилась в итоге в полномасштабное вторжение на нашу территорию со стороны Российской Федерации. То есть нет, в этой войне надо, чтобы Российская Федерация проиграла, после этого достаточно жесткие были трансграничные условия существования двух стран, безусловно, с зоной безопасности на территории Российской Федерации. Ну и, соответственно, только в этом случае, наверное, мы сможем как-то выстраивать уже безопасностный контур Европы в другом виде. Михаил, это вы сейчас умели по поводу наших территорий оставить хоть чуть-чуть заявление Илона Маска, которое прозвучало в очередной раз. Вы абсолютно правильно отреагировали. Я просто, для меня это всегда загадка, зачем вообще в такие темы заходить, да, здесь люди умирают, ты заходишь и, знаете, это как будто шахматная доска, где-то абстрактная или компьютерная игра, и начинаешь говорить, давайте там отдадим часть территории, получим вечный мир и так далее и тому подобное. Я понимаю, что сидя в 10 тысячах километров от эпицентра событий, всегда можно рассуждать о том, кто-то готов что-то отдать и так далее. А у нас резня, у нас полноценная геноцидного типа война. То есть к нам пришли люди с намерением максимально жестоко, и это делают, убивать гражданское население. Ну то есть здесь нету никакой нормализации, быть не может. Нельзя просто так сказать бандиту, он зашел, подрезал там часть твоей семьи, а другая часть говорит, ну все, мы готовы с этим бандитом нормализовать отношения. Это настолько нелепо, это не укладывается в голове, как можно, в принципе, такой сценарий вообще складывать, да. То есть есть война, которая идет уже больше 600 дней, 600 дней. Есть война, которая идет на территории исключительно Украины. Есть конкретная страна-агрессор, Россия, которая пришла сюда убивать гражданское население. Делает это масштабно, объемно и ежедневно и так далее. Вы не можете умиротворять чужой кровью убийцу, ну хватит уже умиротворять кого-то кровью других граждан. Легко, правильно, это же водица. Ну то есть, грубо говоря, чужая кровь, это же как вода. Можно ее спокойно вылить, да, ну то есть сказать, давайте вылейте еще там несколько декалитров своей крови, а потом сядьте за стол переговоров с убийцей и подпишите с ним какие-то, ну, соответственно, там документы о том, что он, убийца, внимательно, убийца, который вас резал в течение 600 плюс дней и так далее, он вам гарантирует дальше жить с вами без резни. Ну смотрите, насколько, во-первых, инфантильно наивно это выглядит, да. Я сейчас безотносительно к позиции господина Маска, я в целом говорю, насколько это выглядит, скажем так, инфантильно с точки зрения убийца, который не наказан, вдруг начинает жить законопослушно и вдруг начинает гарантировать вам после того, как вы его унизили, а Украина явно унизила Россию. Потому что Россия это второе, то, что не понимают многие предлагающие вот эти странные сценарии. Потому что Россия на сегодняшний день рекрутационно обнулена. Весь ее вот этот мифологический иконостас о том, что бойтесь нас, у нас очень крупная армия, у нас очень крупная ВПК, у нас такая сильная экономика, у нас такие энергоресурсы, которые всем так нужны, что просто все на коленях готовы за эти энергоресурсы становиться. Мы в G8 входим, мы во всех международных институтах доминируем в управляющих органах и так далее. Вот Украина все это обнулила, в ноль помножила, да. То есть, условно говоря, репутации России больше нету. Она нас люто ненавидит. И после того, как убийца не наказанный за то, что он совершал убийство, плюс он нас еще ненавидит, он вдруг говорит, ух ты, круто. А давайте-ка мы прогарантируем Украине вечный мир. Обязательно. Мы же у них забрали территорию? Забрали. А через годик пойдем еще заберем. Или там подорвем несколько кафе в городе Киеве. Или бомбу бросим. Или космический корабль «Союз» отправим на Киев, начинив его взрывчаткой и так далее. И скажем, нет, они сами себя взорвали объемно. Вот, по-моему, нужно останавливаться от таких, потому что ни один этот сценарий не приведет к миру реальному. К реальному миру приводит только одно. Всегда безусловное наказание того, кто нарушил правила. Россия максимально жестоко нарушила глобальные правила. Максимально жестоко унизила международное право. Максимально жестоко убила конвенции, действенность конвенции. И показала другим звероподобным режимам, таким, например, как террористическая организация «Хамас», что можно беспредельничать. Так вот, если мы хотим получить мир, то убийца должен быть максимально наказан. А максимально наказан Россия может быть только в двух случаях. Первое – тотальный проигрыш в этой войне. Второе – безусловная внутренняя трансформация, которая позволит частично элиту России посадить на скамью подсудимых. Вот, в принципе, нужно продолжать об этом спокойно говорить. Опять же, я понимаю дискуссию, которую ведут. Я тут, кстати, спокойно бы относился, опять же, к любым заявлениям, в том числе и Маска. Они имеют право на любые заявления. Мы же в демократическом мире, да, живем в мире, где есть дискуссия и так далее. Они имеют право дискутировать и предлагать любые формулы. Наша задача – внятно объяснять невозможность тех или иных сценариев. Ну и «Формула мира» в том числе и саммит, они призваны именно к этому в том числе. Какое количество, возвращаясь к саммиту, который пройдет «Формула мира» в Мальте, какое количество стран будет принимать участие в этом саммите? Ну, уже в момент начала, собственно, саммита будет понятно количество стран. Мы хотим максимально проверять. То есть у нас на сегодняшний день многие страны уже присоединились к тем или иным позициям «Формулы мира», там до 50 стран, но мы хотим максимально широкий круг стран, то есть расширять за счет даже тех стран, которые, безусловно, не входят. Вы прекрасно понимаете, «Формула мира» – это гораздо шире, чем, например, проукраинская коалиция, военная коалиция, которая поддержит. То есть мы хотели бы, чтобы многие страны, в том числе относящиеся к глобальному югу или к другим регионам, да, то есть чтобы они тоже имплементировали хотя бы те или иные пункты «Формулы мира». И, соответственно, чем больше стран, там 50, 60, 70 стран, это было бы хорошее представительство для того, чтобы все-таки окончательно зафиксировать единственную правильную платформу, которая позволит действительно прийти к справедливому миру. Михаил, скажите, получилось ли присоединить к этому саммиту страны глобального юга? Если да, то какие? Они участвуют ведь в этом. Вы помните, и в Саудовской Аравии, в Джедде участвовало большое количество стран, которые играют первую скрипку в лагере так называемого глобального юга, да, и, соответственно, это важные страны, действительно, они имеют другое видение часто на те или иные проблематики, глобальные, не только на то, что касается войны в Украине, но, тем не менее, у них достаточно мощное влияние, мощное влияние и региональное, и глобальное региональное влияние, и, соответственно, у них достаточно громкие голоса, и, действительно, с этими странами надо максимально активно работать. Мы надеемся, что и на этой встрече будет большое присутствие стран, тех, которые занимают либо нейтральные позиции или относятся к странам глобального юга. Почему это важно? Потому что именно эти страны могут окончательно перевесить чашу весов и, соответственно, создать для России действительно невозможное ощущение с точки зрения, что эту войну Россия точно не доведет до хотя бы каких-то тех намерений, которые она там закладывала изначально. Поэтому, конечно, на этом уровне, на уровне советников по национальной безопасности этих стран ведутся дискуссии о том, чтобы они принимали максимально активное участие в саммите на Мальте. Смотрите, Михаил Михайлович, два вопроса в одном. На саммите планирует присутствовать турецкий лидер Эрдоган. Вообще планируется ли личная встреча Зеленского и Эрдогана? Это первый вопрос. И второе, скажите, пожалуйста, вот появилась информация, что Владимир Зеленский во время телефонного разговора с принцем Мухаммадом бин Салманом пригласил представителя Саудовской Аравии на встречу, которая произойдет на Мальте. Насколько это важный момент? На фоне событий, давайте начнем со второго. На фоне событий, где Саудовская Аравия гораздо более активную роль может играть и должна играть, с учетом тех, скажем, переговорных процессов, которые долгое время были на уровне Израиля, Саудовской Аравии и так далее, то, конечно же, присутствие Саудовской Аравии как одной из ключевых стран арабского региона в целом, безусловно, весомо важно. И, на мой взгляд, это очень и очень активно нужно продолжать развиваться в этом направлении. Ну, имеется в виду вести переговоры о том, чтобы страны такого уровня, как Саудовская Аравия, присутствовали на саммите мира или на подготовительных мероприятиях, в том числе на форумных мероприятиях, которые касаются обсуждения на Мальте. Что касается, скажем так, возможных встреч президента Зеленского, вы же знаете правило, оно достаточно стандартно, мы не сообщаем изначально, ну, по крайней мере, пока президент не проводит те или иные встречи, мы не сообщаем, исходя из безопасностных режимов, из консультативных режимов, в котором сейчас работается, не сообщаем график встреч президента. Президент сам потом, безусловно, четко фиксирует в двухсторонке все свои результаты, которые получаются и так далее и тому подобное. – Михаил, еще по поводу Евросоюза, министры закордонных справ, простите… – Министры иностранных дел, конечно. – Министры иностранных дел, да, вот. Европейского Союза опять не достигли договоренности по поводу выделения Украине восьмого транша военной помощи в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. – Кто ставит палки в колеса и почему не достигнута договоренность, есть ли у вас какая-то информация по этому поводу? – Хороший вопрос, но он несколько риторичен, потому что единственная страна в Европе, которая официально блокирует все решения Европейского Союза в пользу Украины и те, которые приближают, собственно, справедливый финал войне, ну и, соответственно, резко будут разгружать Европу от тех негативных процессов, которые сегодня в Европе нарастают. К сожалению, да, потому что мир перестраивается, и перестраивается он под давлением очень многих факторов, и нестабильность на Ближнем Востоке, и нестабильность в Восточной Европе, и нестабильность на Африканском континенте, везде какие-то протесты, и за всем этим часто стоит в качестве модератора та же Российская Федерация, которая абсолютно беспредельно сегодня ломает международное право в целом. Так вот, единственная страна, которая блокирует любые решения на уровне Европейского Союза, это, конечно же, Венгрия. Венгрия, ну, учитывает, безусловно, свои национальные интересы, опять же, имеет право это делать, тут вопрос другой, тут вопрос Кореи к Европейскому Союзу, если есть страна, которая идет не в ногу, да, ну, то есть есть общие принятые принципы какие-то, эти принципы разделяются всеми странами, они действительно важны, ну, с точки зрения, опять же, внутренней стабильности, есть страна, которая идет в другом направлении, соответственно, ориентируется на те ценности, которые продвигает Российская Федерация, то, наверное, нужно какую-то внутреннюю дискуссию проводить, то есть не выносить ее на публику, а проводить внутреннюю дискуссию между Европейским Союзом и Венгрией, для того, чтобы все-таки это было синхронизированное решение, потому что иначе это выглядит как полная дискредитация институтов Европейского Союза, я не совсем понимаю, зачем это делать, знаете, тут, кстати, сам Орбан интересную вещь сказал, буквально вчера сказал о том, что он сравнивает в таком негативном контексте, сравнивает Советский Союз, которому Венгрия, вы помните, да, к Варшавскому договору Венгрия относилась и к так называемым странам СЭФ, странам совместного экономического содружества, да, которое модерировалось Москвой, и он говорит, что вот то, что сейчас в Евросоюзе напоминает СССР, только в СССР принятые решения были обязательны к исполнению, никто там ни с кем не разговаривал, достаточно жестко наказывал, если эти решения не исполнялись и так далее, а сегодня он говорит, это выглядит как пародия, то есть мы можем не то, что даже не исполнять, а просто демонстративно игнорировать, просто вообще даже не обращать внимания на общие решения, которые принимаются коллегиально в Европейском Союзе, то есть таким образом он как бы прямо говорит о том, что институт этот существует, но в этом институте опять же нет инструментов, которые бы, скажем так, есть права у стран, да, а есть обязанности, так вот многие страны, ну вернее в данном случае мы говорим о Венгрии, Венгрия считает, что обязанности для нее, например, отсутствуют как таковые и так далее. Было бы хорошо, чтобы Европейский Союз вот об этом подумал, потому что, еще раз подчеркиваю, для современного мира и для информационного мира, постинформационного мира крайне важна репутация. И если Европейский Союз видит, выглядит так, что не может с тем или иным членом своим, таким как Венгрия, совладать, то, конечно же, для других стран это сигнал о том, что есть какие-то внутренние большие дисциплинарные проблемы. Для нас, что касается нас, да, для нас важна сегодня любая помощь, безусловно, потому что мы находимся в состоянии максимально активной, агрессивной войны, и, соответственно, у нас уже 600 дней это война, это длинная война, это долгая очень война, она требует чрезвычайных затрат, я понимаю, что все идеально, у многих в голове такие идеальные конструкции, что мы уже сами могли бы эту войну выиграть без помощи наших партнеров, но так не работает система, безусловно, нам нужны партнеры, которые могут инвестировать в наши промышленности, прежде всего военную промышленность, и сегодня важно эту военную промышленность максимально быстро создавать, потому что, еще раз подчеркиваю, война долгая, и Россия, в принципе, тоже тратит очень много денег на эту войну. Второе, деньги нужны нам на социальные программы, потому что, в принципе, экономика не может в полном объеме восстановиться, это объективный фактор, война продолжается, атакуют критическую инфраструктуру, атакуют наши ресурсы и резервы, производственные резервы, атакуют в основном те регионы, где промышленность крупная была сосредоточена, атакуют наши экспортные потенциалы, экспортные коридоры и тому подобное. Поэтому, безусловно, денег в бюджете есть определенный дефицит, и этот дефицит нужно было бы скомпенсировать как раз таки прямыми финансовыми вливаниями, в том числе со стороны наших европейских партнеров. Ну и третье, составляющее любое принятие решения о выделении той или иной помощи, или военной помощи, или гуманитарной помощи, или в данном случае финансовой помощи, конечно же, это важный символический сигнал о том, что, в принципе, демократический мир рядом с Украиной в полном объеме понимает те затраты, которые мы несем в рамках этой войны, и, соответственно, готов с нами разделять эти затраты. Это чрезвычайно важно, информационно-дипломатически, символически выглядит и так далее. Поэтому продолжаем в этом плане, опять же, разъяснять, потому что все время нужно повторять одни и те же прописные истины. Что касается Венгрии, опять же, Венгрия имеет, на мой взгляд, право на любые заявления, на любые действия у Венгрии, свои национальные интересы, они не должны быть синхронизированными с нашими, если только, конечно, эти страны, например, не считают, что попытки атаки на демократию, которую принимает сегодня Россия, действительно чрезвычайно опасны. Ну что ж, Михаил Михайлович, ждем третьего саммита «Формулы мира». Продолжаем верить в вооруженные силы Украины, ведь они действительно все, что у нас есть. Вам мы говорим спасибо за интереснейшую беседу. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, присоединялся к эфиру телеканала «Фридом». Спасибо.